Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Имя Назарбаева не вычеркнут из списка авторов казахстанского гимна. Первый президент Казахстана корректировал текст государственного гимна в 2006 году. Поскольку закон о госсимволах в Казахстане менять не собираются, то и авторство Назарбаева не тронут. Но теперь депутаты полагают, что под гимном должны быть истинные авторы. В основу гимна, принятого в 2006, легла популярная патриотическая песня Мейным Казахстаном. Она была написана в 1956 году Шамше Халдаяховым на стихи Жумикена Нажмеденова. Для принятия песни высокого статуса, госгимна и более торжественного звучания Назарбаев доработал первоначальный текст. Думаю, никто не будет против истинных авторов. Есть процедуры. Но пока этот вопрос не стоит на повестке дня. 83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. Бывшего президента регулярно чего-нибудь лишали, от званий до должностей. Нур-Султан снова переименовали в Астану. Оскорбление бывшего президента перестало считаться преступлением. Раньше за такое правонарушение казахстанцы могли отсидеть три года. Назарбаева убрали из Совета по управлению нацфондом. Ее называли чуть ли не последней госдолжностью экс-президента. В честь Назарбаева был назван сорт тюльпанов. Первый слог его имени Нур добавляется во многие слова. В Казахстане даже продают Нур-Кожи. В честь первого президента названо 9 улиц. Имя Ельбаса до сих пор носит два парка. Аэропорт и вокзал Астаны до сих пор носят имя Назарбаева. Он до сих пор соавтор гимна. Я думаю, такие изменения будут. Там должны быть истинные авторы. Это справедливо. Я за. Экс-президенту при жизни было поставлено несколько памятников. Правда, один памятник в Талдыкургане был сброшен с постамента во время январских событий. По сути, это редкий случай, когда икона культа личности застала установление, а потом уничтожение памятников в честь него. День его рождения до сих пор совпадает с госпраздником День столицы. А 7 мая, день рождения его первой дочери, совпадает с Днем Защитника Отечества. Глава Минфина заявлял, что канцелярию и библиотеку Назарбаева закроют. И это при том, что на содержание первой из республиканского бюджета выделили 5,6 миллиардов тенге или 12 миллионов долларов. Отмечается, что частный Назарбаев фонд, где значатся десятки миллиардов долларов, так и носит имя первого президента. Учредителем значится сам Нурсултан Назарбаев. Болженший Ахмед Ахмедир Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Ситуация вокруг Абуховского горно-обогатительного комбината в Североказахстанской области поднялась на республиканский уровень. 500 человек могут остаться на улице без зарплаты за уголовное дело в отношении руководства. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Между тем, сын одного из совладельцев заявляет о сложной ситуации, сложившейся вокруг комбината. Мнение сторон выслушали наши корреспонденты. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу в 2021 году Мининдустрии, а ныне Минпром, расторг контракт на недропользование месторождения Мобуховское. Причина нарушения компании финансовых и инвестиционных обязательств на 38 миллиардов тенге. Верховный суд при этом подтвердил правомерность действия уполномоченного органа. И кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда руководителю было запрещено распоряжаться имуществом компании. Несмотря на это, Долголев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года экспортировано почти 113 тысяч тонн руды. По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 миллиардов тенге. Через подставных лиц на эти деньги купили порядка 7,5 тысяч гектар земель сельхозназначения, которые прилегают к месторождению, продолжили в АФМ. На них также ведется незаконная добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 миллиардов тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Один из руководителей компании заявил, консервация комбината не предусмотрена, но ввиду того, что возбуждено уголовное дело, ситуация сложная. Пока наложены аресты на счета и приостановка деятельности компании, работать мы не можем, сказал руководитель ГОК. Соответственно, даже людям я заплатить заработную плату не могу. И люди это уже знают. Сейчас они находятся на приеме, ну, записались на прием к председателю АФМ. Он у нас новый человек сейчас. Я жду, когда они выйдут и, как бы, они расскажут, на что мы там договорились. Потому что, в принципе, вообще теперь вся любая деятельность обуховского ГОКа запрещена. Эту бумагу выписал следователь, который ведет дело. И у него есть 10 дней, чтобы получить санкцию суда. Если суд ему санкционирует по истечению 10 дней, тогда это, ну, конец. И 500 человек, да, без работы. Еще и без зарплаты. Лицензия имеется, говорит Долголев. Руководство компании также ссылается на то, что они выиграли суд, а вот Верховный отменил арбитражную оговорку. Ведомство, со слов директора, давало разрешение и уведомление раньше, что контракт действующий и можно работать. А после Верховного суда уже и пошла вся эта ситуация. Есть еще момент. В 2023 году был принят закон в Кодексе о недрах и недропользовании, статья 25-я, по которой на месторождениях с источниками питьевой воды и стратегическими запасами лицензии на такие месторождения не выдаются. Со слов руководителей, компании, которые были там раньше, имеют право работать до окончания срока действия контракта. Так что новому инвестору отдать не смогут, уверены, на комбинате. Пока такой закон. И вот тут не суразится получается. Зачем уничтожать фирму, говорить, что у вас нет контракта, если вы новую туда фирму, нового инвестора, не сможете никак завести. Соответственно, я даже не знаю, для чего это делается и как это делается. Может быть, потом они планируют в правительстве поменять закон, убрать эту статью. Вы понимаете, все люди это знают, геологи это знают и недоумевают. Но зачем это делается? Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, контракт был прекращен еще в 2021 году. Как и говорилось ранее в сообщении АФМ. Затем в 2023 году постановление Верховного суда уже отменило решение международного арбитража Алматы о признании незаконными действия Министерства по досрочному прекращению действия контракта в одностороннем порядке. Теперь месторождение Обуховское будет выставлено на аукцион для предоставления потенциальным инвесторам. Им будут выставлены встречные обязательства. В компетенцию Министерства промышленности и строительства не входят контроли за соблюдением технических, экологических стандартов и норм промышленной безопасности на предприятии. В то же время Министерство активно занимается мониторингом соблюдения контрактных обязательств по недропользованию, что и послужило основанием для прекращения контракта с ТОТ «Олайн». В соответствии с Кодексом Республики Казахстан о недрах и недропользовании месторождения Обуховское будет выставлено на аукцион. Это предоставит потенциальным инвесторам возможность участвовать в разработке месторождения при соблюдении встречных обязательств, в том числе сохранении рабочих мест по переработке сырья по социально-экономическому развитию региона. Мы выражаем уверенность в том, что предстоящий аукцион по месторождению Обуховское откроет возможности для развития региона и обеспечит продолжение эффективной эксплуатации недр в интересах Республики Казахстан и её населения. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Великобритании. Британское правительство создало международный фонд по вопросам изменения климата в Центральной Азии. В число государств региона, которым Соединённое Королевство будет оказывать поддержку, есть и Казахстан. Это борьба с изменениями климата. Британская сторона готова сотрудничать и с Международным фондом спасения Орала. Глава ведомства Нуржигитов в свою очередь обозначил три приоритетных направления двустороннего сотрудничества. Это работа с научно-исследовательским институтом изучения Каспия, обмен опытом и привлечении экспертов из Соединённого Королевства, а также послевузовское образование для студентов технических специальностей и кадров в сфере водной дипломатии. По остановлениям правительства Республики Казахстан утверждена концепция развития управления водными ресурсами Республики Казахстан на 24-2030 годы и со всеми местными исполнительными органами нами разработан комплексный план по ремонту и восстановлению ирригационных систем до 2030 года. Надеемся, что наша сегодняшняя встреча послужит толчком, таким, чтобы мы совместно, продуктивно, на взаимовыгодных отношениях очень тесно сотрудничали. Наша гордость! Глава правительства встретился с победителями четвертых зимних юношеских Олимпийских игр и вручил благодарственные письма президента. Молодые чемпионы с волнением принимали поздравления Лжаса Бектенова, показали медали и поделились своими историями. О трудном пути к победе и спортивной дисциплине расскажет наш корреспондент. Завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи и в целом по общему медальному зачету. Республика заняла 20-е место среди 78 государств мира. А спорт, как сказал премьер, важный фактор повышения престижа республики, и он нуждается в новых именах и тех, кто придет на смену прославленным спортсменам. Искренне убежден, что за такими целеустремленными молодыми спортсменами, как вы – будущее нашей страны. Отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали вас на пути к этим достижениям. Сегодняшний успех на юношеских Олимпийских играх – это серьезная заявка на будущие Олимпийские достижения. Как рассказали юные чемпионы, турнир прошел хорошо и интересно. А в Олимпийской деревне они видели только дружелюбие и заодно познакомились с командами из разных уголков мира. По самой игре пытались одной командой быть, потому что одна команда только так можно победить. А на последней игре все настроились, потому что стране нужна была медаль и нам тоже. И одним целым стали просто и друг за другом бились. И все, сирена, эмоции непередаваемые, слезы идут, радость, все, ты уставший, у тебя все, медаль есть, для страны ты выиграл. Принести золото своей республике – это мечта многих спортсменов. Они не только тренировались, но и сдерживали себя в весе, признаются чемпионы. Многое себе не позволяли ради победы, а соперники попадали сильные. Ну, так все получилось, так все случилось, что я выиграл. После победы сразу позвонил маме, но она плакала бы, была счастлива. Ну, не верила еще, не понимала, что. Цели – заработать квоту, поехать на Олимпиаду. Ну, и, естественно, на следующий год у меня чемпионат мира юниорский. К нему я очень хорошо подготовлюсь. Главная задача на следующем чемпионате – это не вылететь с элиты и не подвести родину, сказали ребята. А эта победа – заслуга всей команды и тренеров единодушно заявили спортсмены. Гульнару Марвах, Медиар Ильясов, ТДК-42. 147 населенных пунктов в Западно-Казахстанской области находятся под угрозой подтопления. В зоне риска находится и областной центр. В Экимате под руководством главы региона Наримана Турегалиева и при участии сотрудников департамента по ЧС обсудили меры предотвращения весеннего паводка. 147 населенных пунктов в шести районах Западно-Казахстанской области находятся под угрозой подтопления. По словам специалистов, областной центр не исключение, так как некоторые районы Уральска также могут остаться под водой. Чтобы избежать этого, нужно усилить профилактические меры. Сотрудники ДЧС и коммунальной службы работают в усиленном режиме. В настоящее время с улицы и придворовых участков вывезено более 500 тысяч кубометров снега. Специалисты ведут постоянный мониторинг пограничных территорий и гидросооружений. Также спасатели косят камыш на реках, бурят лунки и режут лёд. С 25 февраля планируется начать взрывные работы. По прогнозам на март, среднемесячная температура ожидается в пределах нормы. Весной объём стока реки Чингерлау оценивается в 132 миллиона кубических метров. Норма составляет 96 миллионов. Если норма объёма стока на реке Деркул составляет 61 миллион кубометров, то в этом году прогнозируем объём стока до 110 миллионов кубов. Этот показатель в два раза больше нормы. То есть сельские территории, расположенные в бассейнах рек, могут оказаться затопленными. В случае необходимости в районы будут направлены на помощь 63 единицы техники, 70 мотопомп и 305 человек, сообщает руководство областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По словам специалистов, объём талой воды в реках Чингерлау, Чижа-2, Деркул, Чеган, Уилте, Щедерте превышает норму. В настоящее время из населённых пунктов вывезено 499 тысяч кубометров снега, подготовлены более 32 тысяч мешков с песком. В целом по области имеется более 1000 единиц техники, 88 плавсредств, 12 подвесных двигателей, 329 мотопомп и более 4000 человек личного состава, 23 тысячи тонны инертного материала, 192 тысячи мешков, 557 тонн топлива. По данным городского и районах Акиматов, в 147 населённых пунктах, подверженных паводку, утверждено 219 пунктов временного размещения на 47 тысяч человек, 317 единиц эвакуационной техники и 168 безопасных мест для перемещения домашних животных. В регионе имеются 449 водопропускных труб. Работа по их очистке идёт полным ходом. В текущем году принимаются все необходимые меры для предотвращения сильного паводка. Будет оказываться строгий контроль за состоянием безопасности в загородных дачах, социальных объектах и детских лагерях. На ремонт у регалиев подчеркнул важность усиления противопаводковых работ. В марте ожидаются осадки, поэтому вывоз снега, очистку прилегающих территорий прекращать нельзя. Все талые воды могут нанести ущерб пожилым помещениям и соцобъектам. Нужно направить все силы на эти работы. Акимам города, районов, руководителям всех управлений и организаций, нужно круглосуточно быть на связи и своевременно разрешать возникающие проблемы. Еще раз проверить и очистить все трубы на аварийных и железнодорожных дорогах. Проверить готовность всей спецтехники и гидросооружений. Глава региона возложил конкретные поручения на ответственных лиц. В этой связи им необходимо проработать готовность дорог, мостов и водопропускных пунктов к паводку. Дана Керимбаева, Эбула Джигапар, Александр Крабарев, телеканал ТДК-42. Древняя некрополь в Актюбинской области на грани исчезновения. Там, предположительно, захоронен легендарный казахский плаководец Акпан Батыр. Так заявляют его потомки. Они забили тревогу после того, как возле села Копа компании якобы стали нелегально добывать золото. Хотя, как заявляют жители, частников давно лишили лицензии. Но золотодобытчики продолжают свою деятельность. Сейчас люди требуют у властей взять древний курган под охрану. В ситуации разбиралась Лейла Уесва. Сайла Байжуканов – один из активистов инициативной группы, которая пытается сохранить старинный погос, где покоятся останки их легендарного предка Акпан Батыра из рода Адай. Знаменитый казахский полководец жил 4 века назад. Его похоронили в 1605 году на берегу реки Ор. Сейчас это территория Храмтавского района. По словам Аксакалов, несколько лет они добиваются, чтобы древний курган взяли под защиту государства. «Мы – потомки Акпан Батыра. Он был одним из успешных полководцев 17 века. Сражался против калмыцких завоевателей. Смерть настигла его в бою. Акпан Батыру было 74 года, и его похоронили на Октюбинской земле. Мы требуем сохранить некрополь. Хотим возвести там мавзолей, но сейчас нам мешают золотоискатели, которые разрушают всё вокруг». Поддержать потомков Великого Батыра пришли и местные фермеры. У Баужана Карамулдеева в этой местности крупное крестьянское хозяйство. С 2016 года бизнесмен разводит племенных лошадей муголжарской породы. Но с появлением золотодобывающих компаний у них тоже начались проблемы. Самодельные дамбы на руднике лишили скот водопоя и оставили без зелёных пастбищ. «Золотой скатери» ведёт свою работу. Там установили мини-заводы. Там есть речка Ахпансай, Ахтаста. Туда установили дамбы. Там тяжёлые техники использовались. В данный момент вот эта речка нету, высохла. «Золотой скатери» приблизились в могилу Ахпанбатыра. Там остался 30 метров. Потому что видно, там этот ковш уже работал. В профильном управлении информацию о золотоискателях подтвердили. Оказывается, несколько компаний получили разрешение на геолого-разведочные работы. Но с 2019 года на месторождении незаконно велась добыча ценной руды. Неоднократно направляли туда группу. Выявлялись факты незаконной добычи. Под предлогом лицензии на разведку две компании, то Кенказна и Хасказна, обладатели права недропользования на разведку твёрдых полезных ископаемых, провели деятельность по добыче. На сегодня данные недропользователи, у них лицензии отозваны. Но, тем не менее, деятельность по незаконной добыче также продолжается. Как остановить золотую лихорадку в Храмтаусском районе, чиновники не знают. Разве что за дело возьмутся правоохранительные органы. Пока же чёрные старатели продолжают копать и разрушать, как уверяют местные жители, древний могильник. А это может привести к экологической катастрофе. А чтобы, как выяснилось, внести некрополь в список памятников истории и культуры республиканского значения, необходимо получить заключение экспертов. Некрополь Ахпан-Батыра расположен в 40 километрах от села Копа Храмтаусского района. С целью сохранения историко-культурного наследия Актёбинской областной госинспекции был подготовлен паспорт. Мы зарегистрировали объект на местном уровне и теперь предстоит дождаться результатов изучения материалов археологических исследований. Сейчас некрополь Ахпан-Батыра никем не охраняется. Огородить его должны за счёт районного акимата. К слову, исследовательские работы начнутся уже скоро. По словам чиновников, уйдёт примерно 2-3 года на то, чтобы обследовать древние могилы и присвоить некрополю соответствующий статус и взять под госохрану. В Уральске пожар охватил вагон, предназначенный для хранения аренды коньков. Инцидент произошёл 15 февраля. Охваченное пламенем помещение расположено на ледовом катке в посёлке Зачиганск. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был локализован 22 часов 32 минут и полностью ликвидирован 22 часов 51 минут. Жертв и пострадавших нет. На место выезжали силы и средства специализированной пожарной части номер 3, пожарной части номер 4 и дежурную службу пожароотрушения. В количестве 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Направить действующих госслужащих в правильный вектор работы помогут наставники. Так считают представители департамента по делам государственной службы Западно-Казахстанской области. Ведомством организовано заседание Совета наставников, в ходе которого экс-госслужащие, находящиеся на заслуженном отдыхе, поделились своим трудовым и жизненным опытом с теми, кто только начинает трудовой путь. Такие мероприятия, по мнению организаторов, помогут в организации правильной им плодотворной работы молодых кадров. Основная цель курса и в целом нашего совета – это направлять государственных служащих, помогать им, чтобы в последующем, в будущем у них в рамках трудовой деятельности не было никаких нарушений законодательства. Также им сегодня были предоставлены полные информации по региональным кадрам в резерве. Все они являются руководителями своих, так сказать, организаций, своих коллективов. Они будут проводить соответствующую разъяснительную работу. «Будь личностью». По таким названиям ВТРАУ прошла передвижная ярмарка. Данный проект реализуется по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан. По словам организаторов, этот проект создан с целью консультирования молодежи и информирования их государственными программами. В ходе ярмарки молодежь региона получила информацию о вакансиях, жилье, программах государственной поддержки, развитии молодежного предпринимательства, а также студенты получили ответы на интересующие их вопросы. Сегодня я получила много информации на мероприятии «Будь личностью». Прежде всего нам рассказали о отпасе банк, то есть затронули вопрос получения жилья для студентов. Во-вторых, они упомянули про молодежную организацию. Оказывается, в организации много кружков. Также рассказали о работе молодежи. Я думаю, что это большая возможность для нас. В Уральске прошла встреча школьников с ветеранами войны в Афганистане. Цель мероприятия – воспитать патриотизм, готовность к защите Родины не только на словах, но и на деле. Учащиеся школ смогли лично пообщаться с военными и задать им интересующие вопросы. На встречу с ветеранами войны в Афганистане собралось большое количество учащихся со шести школ города. Это не только мальчики, но и девочки, которые также являются участниками различных военных клубов. Цель проведения этих встреч – это агитация ребят на поступление, во-первых, высшее учебное заведение, выбор военной профессии. Также других профессий связано с армией. Так, это школа 47-я, 10-я, 30-я школа, ШГВО, 6-я и 3-я школа. Во время встречи с учащимися, воины-интернациалисты, посвятившие свою молодость войне, рассказали о своей военной жизни. Школьники же продемонстрировали свои умения. К примеру, разборка-сборка автомата Калашникова с закрытыми глазами. Я являюсь членом патриотического военного клуба «Хиуа Соландары». Мой рекорд по разборке автомата – 6 секунд, а вот по сборке – 14 секунд. Этому я научился именно в клубе. Самое главное – это правильная разборка автомата. Ты должен запомнить, куда ты положил каждую часть автомата. Тогда будет легче собрать его. Помимо темы войны, учащиеся, внимательно слушавшие и рассказывать иранов, задавали личные вопросы, касающиеся самих интернационалистов. Дана Керимбаева, Айбула Джигабар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске прошла экскурсия для учеников 9-11 классов воинской части 55-17. Организаторами выступил западно-казахстанский областной филиал молодежного крыла «Жастарухы». Цель мероприятия – воспитание патриотизма среди молодого поколения, знакомство с работой военнослужащих и особенностями военной службы. В рамках проекта «Сарбас Булгамкеледа» воинской части 55-17 собрались более 50 учеников. Для них была организована экскурсия, в ходе которой представили военную автотехнику, различные виды оружия и ознакомили с работой военнослужащих. Организаторы мероприятия отмечают, что в социальных сетях у многих формируется негативное впечатление о военной службе. Наша цель – опровергнуть такие представления и показать молодому поколению реальную жизнь в боевой части, а также особенности службы, подчеркнул заместитель руководителя западно-казахстанского областного филиала «Молодежное крыло Жастаруха» Ерлик Шамгалиев. Хотелось показать ученикам реальную жизнь военных, рассказать о том, как они работают и познакомить с разнообразным вооружением армии Казахстана. Важно, чтобы дети видели всё своими глазами и получили впечатление от экскурсии. Подобные мероприятия проводятся у нас ежегодно. Мы нацелены на развитие духа патриотизма среди молодого поколения. Военная техника, оружие и солдатская форма вдохновили будущих защитников Отечества. Многие ученики после экскурсии остались под впечатлением и выразили желание связать свою жизнь с вооружёнными силами. Я очень долго думала, тебе поступать или нет. И мне казалось, что это невозможно. Но как я приехала, я видела, что тут есть военные, что есть военные сооружения, есть танки, к примеру, разные машины. И мне стало очень интересно. Они очень большие. То есть на экране это кажется по-другому. И я увидела, вдохновилась этим. И я бы хотела в будущем создать профессию с военным. Специалисты воинской части отмечают, что для прохождения воинской службы по призыву созданы все необходимые условия. То есть предоставляются кредитные отсрочки. Время службы засчитывается в стаже работы. Кроме того, положительные оценки и достижения солдата могут способствовать его поступлению в высшее учебное заведение на бесплатной основе. Созданы все условия, поддерживается связь с родителями, с комитетом солдатских матерей, улучшается питание. Сейчас у нас вводится, в меню раскладки вводятся национальные блюда. Также все условия для службы у нас созданы, получается казармы увеличиваются. Организаторы мероприятия отметили, что в летние и весенние сезоны будут проведены игры и спортивные мероприятия в военном направлении. Амина Махсотова, Олег Бисаренко, Аймура Джагапар, телеканал ТДК-42. До сети до 50%. Действует Каспират и Каспирасрочка. Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор, бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон Штор Интерьер приглашает к сотрудничеству дизайнеров штор и интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес – угол Тифулина, угол Мухита. Телефон – 50 75 64 8 747 590 33 47. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенга КЗ. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18.2. Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю.